Приветствую вас, мои дорогие друзья, уважаемые зрители, уважаемые подписчики. Если вы слышите меня, значит вы настроились на волну игрового канала Dillon Game. И я предлагаю посмотреть новенькое видео по игровому симулятору ProtonBus Simulator. И сегодня у нас на обзоре будет микроавтобус Gazelle Next City Line. Вот такая вот городская маршрутка отечественного производства. В принципе, весь колхоз тюнинг уже у нас находится на этом микроавтобусе. И единственное, здесь мы можем с вами открыть крышку капота и насладиться вот этим моторным пространством. Вот так все реализовано, вот так все выглядит. Я смотрю, у нас также реализована одна дверь для посадки и высадки пассажиров. Вторая дверь с караверей всего является как эвакуационная. Ну и в целом водитель также вот через эту основную дверь попадает на свое рабочее место. Давайте посмотрим, как здесь организовано у нас в салоне. Слушайте, я не ожидал увидеть здесь четырехрядное расположение пассажирских мест. Возможно, это какая-то такая, знаете, пригородная модификация. Смотрю, даже есть у нас поручни на потолке. Значит, здесь могут ехать пассажиры и стоя. Ну, я думаю, сегодня места у нас хватит для всех. Давайте прокатимся на вот этом вот замечательном микроавтобусе. Обратим внимание на работу также оптики. Смотрю, индикаторы не все у нас работают на приборке. Так, поворотники работают уже неплохо. И свет, потому что включается. В общем, круто, круто реализовано. Вот, но осталось насладиться работой. Вот приборов, тахометр, вроде стрелка поднята. Я вот начинаю нажимать на педаль газа и смотрю, приборы потихонечку вроде начинают оживать. Но стрелки спидометра я не вижу. То ли руль мне мешает, то ли она вообще отсутствует. То есть... То есть, получается, нужно нам ориентироваться по показаниям тахометра. Ну, получается, моделька еще такая у нас сыроватая. Но, в целом, свою функцию она выполняет. В OMC 2, по-моему, тоже есть этот такой портативчик. Вот этой вот газельки CityLine. Но тоже там, ребят, там, по-моему, версия еще хуже выглядит. GPS обязательно ключ. Мне уже помню, что здесь направо поворачивать надо. Но все-таки как-то GPS выглядит гораздо спокойнее. Сейчас обратим внимание также оптику на задние фары. Да, здесь тоже полный порядок. Все функционирует. Все у нас с вами работает. Стандартные такие маршрутоуказатели картонные. Ну, а, в принципе, уже знаете, как такой легкой водитель маршрутки. Сразу посередине останавливаясь, чтобы, не дай бог, кто-то объехал, кто-то еще что-то подрезал бы. Нет, я король дороги. Я здесь главный. И я управляю сегодняшним процессом. Руль, кстати, довольно-таки тоже неплохо. Слушайте, ну, тахометр тоже что-то там неадекватные какие-то обороты показывает. Не знаю. Все уже у нас на тысячи оборотах происходит. Вот, в принципе, от этого только микроавтобус, знаете, был бы гораздо бы экономичнее, динамичнее. Да, ну и что ты не заходишь к нам? Или ты хочешь, чтобы я двери тебе пооткрывал, позакрывал? А, вот, я понял вашу фишку. Ну, любите, когда перед вами вот эти двери, то да сюда, то да сюда. Слушайте, ну, места уже у нас подзабиваются. Ну, не знаем, поедет ли кто-то стояк или нет. Короче, посмотрим. Так, тут еще какие-то ракурсы камеры есть. Ничего себе. Нет, больше мне ничего не надо. Я хочу стандартную посадку и просто наслаждаться сегодняшним вот процессом. Ну, поскольку мы идем в маршрутке, сразу перестраиваемся влево. Вау, загорелся зеленый. Слушайте, по лицу даже подрезаем. Ничего себе. Ну, я могу себе это позволить. С какой скоростью мы передвигаемся, я не знаю. К сожалению, на ПК-версии нельзя отдельно включить вот электронный указатель спидометра, чтобы он отдельно горел бы и показывал нам скорость. Попробую еще, ребят, обновиться. Все никак не могу обновить эту версию ПК-шную, потому что уже много и новых там версий вышло. Возможно, что-то поменялось, что-то изменилось. Мне лично вот в этом не хватает версии вот свободного режима, свободной камеры, чтобы можно было бы передвигаться, там различные ракурсы менять. Здесь как-то так все по-стандартному сделано и немножко вот это раздражает. По зеркалам. Ну, левое зеркало заднего вида. Тут, смотрю, полный порядок. Корректная информация отображается. Смотрю, сзади там ползают еще автобусы. Скорее всего, наши конкуренты. Но мы никому не даем пораскочить мимо нас. Даже полиция едет строго сзади за нами. Эти мигалки включены, походу, что-то мы нарушили. Ну, как что-то объехали полицейские. И наглым образом подрезали их. Поэтому, я думаю, вот красно-синими мигалками они вот как раз-таки свое недовольство высказывают наш адрес. Вот еще, чувствую, сейчас их инфаркта хватит, если мы с вами и на красном проскочим. Сделаем вот так. И здесь покошмарим водителей навстречу. Ну, мне почему-то кажется, знаете, все-таки воспринимаю старые газели, на которых там бомбил или хачили. Я думаю, уже на таких новых газелях навряд ли водители себе позволяют. Такое уже более-менее, знаете, народ такой стал адекватный, спокойный. И зачастую уже эти газельки там находятся не в частных компаниях, а в каких-то вот уже государственных предприятиях. Слушайте, и забиваемся под завязочку. Пассажиры-то уже находятся у нас с вами не в горизонтальном, хотел сказать, они не лежат, они пока еще стоят, они вертикальным, но такое ощущение, что скоро будут они находиться и в горизонтальном положении. Но тут уже, я так понимаю, что потихоньку им не помогают. Чувствую, что кто-то вместо меня сядет и будет управлять нашим сегодняшним с вами микроавтобусом. Я не помню, почему левый ряд едет. А, у них отдельный светофор за него горит. Да, здесь к этому надо привыкнуть. У нас, в нашей полосе красный пока горит, поэтому будем стоять. Там все-таки полиция, не будем злить, уже понапрасну лифт. Сзади полицейские вроде бы от нас отвязались. Либо это те же, просто объехали нас. Потому что на остановочке был карман, спокойно заехали, а сзади идущий транспорт мог спокойно нас объехать. Бортовой компьютер такой здесь имеется, мультимедиа такая вот. Все по-современному, все классно, все круто смотрится. Как положено, так и должно быть. В последнее время очень много модов выходит для ProtonBust, но, к сожалению, очень много есть недочетов. Нет, есть и хорошие моды, очень классные. Допустим, у Decarus 263-го я там в восторге нахожусь. Действительно, очень классная и очень достойная модель. Но есть и многие моды, которые, конечно, нуждаются в доработке. Хочется, чтобы троллейбусы были дома. Чтобы они более качественно выглядели. Также смотрю, в последнее время, вот, ребят, мне пишут, что и карты новые появляются там. Ну, ребят, все равно пока еще все не то. Многие карты делаются на основе той же подмески. То есть, просто берутся тупо текстуры, там здания меняются и все. Что-то, ну, какие-то русские названия присваивают. А как бы все равно остается та же польская карта. Ну, хочется что-то свое. Есть там проекты такие, как Жуковский. Но, опять же, маршрутов нету пока. Но дороги классные, все там сделано. Я вот катался, тестировал бы эту версию. Да, действительно, там и автобус можно разогнать. Там четко вообще едешь по многополосной дороге. Уверенно, круто себя чувствуешь. Но пока ни маршрутов, пока толком ничего нету. То есть, просто кататься, ну, как бы немного это скучновато. Вот. Хочется, конечно, чтобы что-то появилось такое свое, действительно свое. Ну, вот. С маршрутами, с архитектурой. Тогда будет это очень-очень приятно. Я думаю, была бы возможность, если кто вот на ту же карту, на которой сегодня мы с вами едем, идти в Дорф. Если была бы возможность залезть в нее, я думаю, здесь тоже многие покопались бы, поменяли бы текстуры в зданиях, знаки. Там поменяли бы на нашу автобусную остановку. До карты, к сожалению, не будем докопаться. Потому что там хорошо она запакована, хорошо она спрятана в игре. Но я думаю, многие умельцы бы добрались бы и до нее. Сделали, так сказать, подотечественную ладу. В принципе, все это позволяет, все это можно изменить. Динамика, в принципе, довольно-таки тоже неплохая. Трогается плавно, но дальше уже неплохо так. В принципе, знаете, вот характер действительно газелевский остался. Особенно газельки, где вот были с бензиновыми двигателями, которые нужно было раскручивать там движки реально до 3000 оборотов. Тогда они там перли вообще как ненормальные. Здесь тоже такая что-то присутствует. Есть. Трогается плавно, а дальше раскрутишь, раскочегаривается довольно-таки нормально. Ну, в принципе, у меня еще и коробка автоматическая стоит. Если попробовать пощелкать с передачи, я думаю, динамика возрастет в разы. И гораздо еще динамичнее станет, как на ныне для автобуса. Ну, тут уже не... А, хотя получится у него все объехать. Раз левый ряд уезжает, то я же в эти маршрутки сегодня. Ах, здесь красный загорелся. Ну, вот и не удача. Я уже между легковым автомобилем и автобусом точно не протиснусь. О-о-о-о, очень тесновато. Ну, возможно, я на газельке нащуплю здесь средний ряд. Так сказать, из двухполосной будет трехполосная дорога. Пока я, короче, это сделаю, походу, загорится зеленый. Ну, я уже чувствую, попал на деньги. Хотя, слушайте, протиснулся. Ну, да, пока я это все делал, мутил. Уже загорелся зеленый сигнал светофора, и уже всем нужно ехать. Поэтому педаль газа в пол и ускоряемся. Ну, слушайте, мне нравится. Посадка-выставка пассажиров. Как-то все так проходит очень даже неплохо. Я смотрю, некоторые пассажиры стоят, но уже не так плотно. То есть, как-то появляются свободные места. Помните, допустим, бывает уже все. Если автобус под завязку набит, бывает все на остановках. Вы просто приезжаете, дверь открываете, закрываете. Пассажиры у вас взглядом провожают, которые стоят на остановке, и все, потому что автобус забит под завязку. Тут как-то, смотрю, более гуманно все это сделано. Обязательно кто-то выходит, обязательно кто-то заходит. Я смотрю на фоне этих приборов, то ли прибор какая-то очень увеличенная, то ли руль маленький. Вот что-то здесь такое вот нестандартное, непонятное. Но мне кажется, руль какой-то маленький. Приборы вроде бы нормальные, читаемые, все четко видно. Правда, не все работает. Тахометр некорректно, спидометр вообще. Вообще. Восточный стежки. Возьмите. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...